Всем привет! Сегодня мы отправляемся на прогулку по городу, который дал название региону Фариули. Дело в том, что даривнее название города Чевидали Фариуль, сокращенное от форум Юлия. По легенде, поселение здесь возникло по воле Юлия Цезаря, а вот собственно и он. История города Чевидали очень тесно связана с племенами Лангабардов, и для того, чтобы себе представить их быт, можно посетить местный археологический музей. Меня что удивляет, то что здесь очень много золотых украшений наравне с бронзовыми, и причем выделка достаточно детальная, то есть там очень много маленьких вкраплений, каких-то элементов. То есть в 7 веке то, что это все делали, это поразительно. Наши тени, это наши, я не знаю, копии, которые жили тысяча-тариста лет назад. Музыка 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 Главным символом Чевидали является мост. По легенде, он был воздвигнут дьяволом. Но на самом деле дьявол никакого отношения к строительству моста не имеет. Он был построен в соединении 15 века, ну естественно людьми. Так же людьми он и был разрушен. В 1917 году итальянскими войсками, которые отступали. Однако позже он был отстроен заново. Таверна Лонгобарда. Смотри, таверна Лонгобарда. Слушай, улица такая прямо узкая, впечатляет. Ну прямо классический такой итальянский пейзаж. Сладкий символ фариули – выпечка, имеющая форму улитки. Губану начиняют орехами, изюмом и добавляют цедру цитрусовых. Ну вот, наша знаменитая губана. Другое местное блюдо – фарика, рецепт которого есть в одном из наших видео. Чавидали стоит на живописной реке Натизоне. Предполагается, что ее название восходит к латинскому «натаре», что означает «плавать» или «скользить». Здесь мы отсюда как будто прыгали. Я надеюсь, не с нашего моста. Непонятно. Где? Вот девушка какая-то. Вот мальчика. Вот здесь вот место просто идиллическое. Если приглядеться, то вода просто изумрудная. Там вот утки, рыбак, и под нами видно те рыбы, на которых она охотится. Твои огромные крыбины с локоть где-то. Ну отсюда бы я в итоге не стал бы. Видимо, что внизу виднеется, а вон здесь черный. Слушай, на самом деле отсюда можно было бы чуть-чуть. Здесь глубоко. Нельзя там ни руками. Здесь глубоко, здесь глубоко. В Чавидали, несмотря на его почтенный возраст, есть место и объектом современного искусства. Мы тут впервые в Италии увидели красную смородину. Прямо родину вспомнили. Брадя по узким улочкам мы набыли на музей кукол, посвященный труппе театру де Эпиколе. В общем, мы отправляемся в музей кукол. За 90 лет своего существования театр выступал в Париже, Лондоне, Голливуде и даже Москве. Несколько лет труппа провела в Аргентине, где была вынуждена оставаться из-за разразившейся Второй мировой войны. Тут действительно разыгрывается сцена из сказки про Пиноккио. Потому что вот все персонажи тут и вот чалевая рыба, в которую они попали по ходу действия самой сказки. Смотрите, русский баярин. Да, прям герой русской сказки. Мы только что прошли мимо средневекового дома и действительно такое ощущение, как будто на машине во имя перенесся на, я не знаю, 500 лет назад. А как жертвовать деньги? А вот туда вот челочком бросать, давайте. Вот здесь вот собирают деньги на еду котам и на ветеринарную помощь. В общем, немножко пожертвуем во имя животных. Ну все, мы сделали этот мир, ну, чуточку лучше. Нагулявшись по городу, мы вышли на площадь, названную в честь известного лонгобардского писателя-историка Паулу Дьякона. Ему же и воздвигнут памятник в центре площади. По мнению местных жителей, на этой площади можно попробовать самое вкусное мороженое в Чевидале. Паула Дьякона. Субтитры сделал DimaTorzok